Когда любящие люди вместе, мир кажется сказкой. Они утопают в любви, надежде, ласке. Но всегда наступает момент, когда они друг другу начинают надоедать. Начинаются ссоры, обиды, брёки. В конце концов отношения рушатся. Им кажется, что не может всё больше так продолжаться. И они расходятся. Но через некоторое время он осознаёт и понимает, что не может жить без неё. Он страдает, ревнует, душевно погибает. Но тут настаёт время гордости. Он не знает, что делать. Всё в себе держать? Или открыть свои чувства? А может лучше промолчать? Сердце ему твердит, вперёд, а разум говорит, не надо. И она пытается быть гордой. Но, увидев его, сердце её тихо плачет. А время идёт. Она находит ему замену. Просто, чтобы доказать, что не пропадёт в одиночестве. Она не любит этого другого. Но такова жизнь. И у неё нет выбора. Но со временем он узнаёт, что у неё появился кто-то. Внутри его пожирает ревность. С горя он напивается, чтобы забыться. Когда приходит в себя, ищет девушку, любую. Просто, чтобы отомстить. В итоге, у неё есть свой парень. У него своя дама. На этом их пути навсегда смыты. Но во сне и наяву, они не перестают думать друг о друге. Но им остаётся только беспощадно убивать свою любовь. Так зачем же доводить всё до этого? Для чего? Чтоб страдать? Для чего нужна гордость? Убивайте гордость, но убивайте любовь. Они ведь любят друг друга. Так почему же они не могут быть вместе? Опять гордость? Делай вывод. Не совершай глупостей. Цени и береги свою любовь. Ведь любить можно не каждого. И любовь приходит не всегда. Если ты сейчас услышал эту повесть, то прямо сейчас, если есть у тебя своя вторая половинка, позвони или просто напиши ей или ему.